Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 23 по 27. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, учащую Иисусу, приступиша к Нему архиереи и старцы людстей и глаголюще. Коею властью сия творише, и кто те даде власть сию? Отвещав же Иисус, рече им. Вопрошу вы и аз слова едино, еже аще речете мне, и аз вам реку, коею властью сия творю. Крещение Иоанново откуду бе, с небесе ли или от человек? Они же помышляху в себе глаголюще. Аще речем с небесе, речет нам почту уба невервости ему. Аще ли речем от человек, боимся народа, всему имут Иоанна, яка пророка. И отвечав же Иисусу вереше, не вемы. Рече им и той, не аз вам глаголю, коею властью сия творю. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда учил Иисус, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою. Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать о человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем», сказал им и он, «И я не скажу, какую властью это делаю». Когда Спаситель вернулся из Вифании в Иерусалим, то приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Ясно, что вопрос этот был задан не с целью узнать истину, но с целью поймать Господа на слове. И, конечно, вопрос этот был напрямую связан с изгнанием Иисусом Христом денежных менял и торгующих голубями и прочими жертвенными животными из Иерусалимского храма. Первосвященники и старейшины народа наряду с книжниками составляли Синодрион – высший совет и правящий орган иудеев. Следовательно, можно считать, что этот вопрос был задан самим Синодрионом с тем, чтобы сформулировать обвинения против Спасителя. Первосвященники и книжники надеялись поставить Господа перед дилеммой. Если Он скажет, что поступает своей властью, они смогут взять Его как одержимого манией величия. А если скажут, что властью Божьей арестуют за богохульство, сославшись на то, что Бог никогда не дал бы кому-либо власти нарушать покой и чинить беспорядок во дворах Его дома, для того, чтобы они могли получить ответ на заданный ими вопрос, Господь предлагает им ответить на Свой. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Открытым ответом Господь мог отвернуть хулу искусителей, но Он ставит перед ними мудрый вопрос, чтобы они своим молчанием или ответом осудили сами себя». Действительно, если бы они ответили, что крещение Иоанна было с неба, что они с опытностью предусмотрели, то следующим вопросом был бы вопрос, «Почему же вы не крестились у Иоанна?» А если бы они захотели сказать, что оно выдумано человеческим обманом и не имело в себе ничего божественного, то они должны были бояться народа, ибо все множество народов в своей совокупности приняло крещение Иоанна и таким образом признало его пророком. И действительно, Иоанн указывал на Иисуса как на Мессию, Сына Божьего, взявшего на себя земные грехи мира. Признать Иоанна посланником Божьим – это значило признать Иисуса Мессией. И тогда сам собой разрешался вопрос, какой властью Иисус творит то, что раздражало иудейских начальников. Таким образом, первосвященники и книжники были поставлены в очевидное затруднение. Народ чтил Иоанна как пророка, и они боялись, что люди побьют их камнями, если они решатся сказать, что Иоанн не пророк. Признать же открыто Иоанна Крестителя пророком означало принять и его свидетельство об Иисусе как о Сыне Божьем. И потому они были вынуждены заявить «не знаем», тем самым предоставляя Господу возможность не отвечать на их вопрос. Как замечает Ефимий Зигабен, им нужно было сказать, что крещение было от Бога, и что Иоанн был послан Богом. Но избегая обличения, чтобы не показаться неверующими ему, они скрывали истину. Поэтому Христос говорит «И я не скажу вам того, что вы желаете знать, не потому что скрываю истину, как вы, но потому что считаю вас недостойными ответа, так как вы поступаете коварно». Конечно, такой Синодрион, который не мог дать определенного ответа на столь важный вопрос, подлежавший именно его ведению, показал себя несостоятельным и не заслуживал ответа Господа. Конечно, они прекрасно знали, какой властью действует Господь, но сознательно противились ей. Вся эта история является яркой иллюстрацией того, что происходит с людьми, которые отказываются видеть правду. Они вынуждены изворачиваться и обманывать, и в конце концов сами попадают в безвыходное положение. «Тот, кто не признает истины, будет все глубже погрязать в безнадежном положении». Так, дорогие братья и сестры, Господь учит и нас с вами не лукавить в своей жизни, а держаться истиной и правдой Божьей, дабы не попадать в неловкие ситуации, подобно первосвященникам и книжникам. Ведь их собственное лукавство привело к тому, что они сами выставили себя перед множеством народа не в лучшем свете, а позорившись таким образом, они потеряли уважение людей. Мы же постараемся каждое свое слово и дело творить с осторожностью, дабы не опозорить ни себя, ни церковь. Мы же постараемся каждое свое слово и дело творить с осторожностью, дабы не опозорить ни себя, ни церковь. Но самое важное – правдиво отвечать на поставленные перед нами вопросы. Пускай мы окажемся смущенными, нежели в числе тех, кто скрывает истину. Ведь именно истину мы с вами призваны нести в этот мир. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!